привет ребята сейчас у меня наконец-то тишина в доме буквально на 10 минут я устала и уже сегодня 10 раз плакала в общем короче мы готовимся к экзамену экзамен в среду 2 декабря сегодня воскресенье мы уже неделю готовимся блин мы неделю читали эту этот гид и оказалось что мы читали когда казалось все понятно все прекрасно потом мы начали отвечать на вопросы мы отвечали всегда вдвоем использовали там два теста я вам когда будет конец серии всех моих видео и я думаю что это будет заключительная серия большая я вам выложу все вместе я выложу вам внизу все ссылки которыми я пользовалась в общем короче когда мы начали проходить по тесту мы всегда читали несколько страниц в день делали несколько тестов на следующий день читали несколько страниц делали несколько тестов все было нормально потом мы сели нам сказали ребятам подсказали один сайт который очень ну наиболее приближен к экзамен потому что знаете вы учите одно занимаетесь занимаетесь а получается на тест приходите там совсем другие вопросы но не совсем другие но у вас были легкие она тестить более тяжелый с которым вы не сталкивались в симуляционном экзамене в общем короче я начала с этими тестами. Я поняла, что я ничего не знаю. Мы начали по отдельности с Костей заниматься. Штудировать каждый по своим системам, кто как может. В общем, я вот сейчас вот тут в сайте штудирую. У меня открытая эта брошюра. У меня распечатаны все вот эти даты отдельно. Это как хронологическая таблица основных всех дат, событий и имен. Все, что как бы происходило, чтобы как-то примерно это хотя бы визуально запомнить. Это три листа. Здесь, ну, где третий лист? Там немножко. Потом я вчера конспектировала. Я нашла сайт в Ютьюбе канал, который от Гавермента. Он... Боже, в чем у меня грязная камера? Канал вот этот от Гавермента, он на Ютьюбе. Очень хороший. Там мальчик очень хорошо рассказывает. Он как бы ведет лекцию. Ну, как бы мальчика не видно. Он как будто бы рисует сразу слайды. И объясняет. Очень много... Он хорошо, он объясняет это как цельную историю, потому что когда лично я читаю вот эту брошюру, то мне кажется, какие-то оторванные предложения, оторванные фразы. Я читаю, не могу это все соединить в одну кучу. А он рассказывает это как последовательную историю, и это становится более понятным. Но даже с его рассказом я начинаю, блин, читать вопросы. Я реально понимаю, что, конечно, я ничего не говорю. Много вопросов, которые я отвечаю. Большинство я отвечаю. Но есть куча вопросов, которые я реально вот прочитав несколько раз уже этот гид, проштудировав даты основные. Чем ближе этот день, если мы сидим сейчас два дня, реально занимаемся, но вы можете себе представить, как заниматься, когда здесь двое детей орут, бегают постоянно, то кушать, то какать, то еще что-то. Короче, я сижу, я уже сегодня плакала, потому что у меня чем больше я учу, у меня большая каша образовывается в голове. Это просто ужас. То есть мы неделю отзанимались. Уже больше? Какую неделю? Да, неделю. Уже неделю, это вторая неделя пошла, и осталось в общем реально сегодня, завтра и послезавтра. В среду экзамен. Утром в 11.45. В общем, короче, я не знаю, как все это будет. У меня уже сил нету, спина меня, это доканывает моя. Я сижу тут с подушками, вот у меня подушки сзади. Она выскочила, я на самом деле вот так под низ подкладываю, хоть как-то, чтобы сидеть, мне болит жопа уже сидеть. Короче, ужас, я не знаю. Я очень расстроена, у меня нет настроения. Детям я сейчас сделала пиццу, тесто поставила, даже его переделывала, потому что вообще не соображала, что я сделала, неправильно дрожжи развела. Короче, говно. Полное настроение мое. Пошла учиться дальше, пока Костя увел детей, чтобы я немножко, потому что он видит мое состояние, он увел детей хотя бы на 10 минут, чтобы я посидела. Так я решила вам высказать все. Все, пошла заниматься дальше, штудировать эту всю хренотень. Так, сегодня у нас понедельник, вечер, я решила вам показать. Вот это мои любимые, я покупаю для стир-фрай овощей. Вот такие макарошки еду, их очень любят. Они упакованы в такие personal, такие пакетики. Personal вы можете раскрыть, и как бы это на одного человека рассчитано. В принципе, оно действительно на одного человека и хватает. Ну, так, чтобы хорошо наесться можно и побольше, но с учетом того, что сюда и тут еще овощи. Один пакет на человека, я варю сразу все, потому что у меня и Габи, и Костя, и до остатки пойдут завтра либо в школу, либо на работу, Костя. Называется Уден Нудл. Уден Нудл, видите, вот так на картинке они выглядят примерно, это то, что у нас и получится. Значит, как они варятся? Вот они раскрываются, мы их сейчас раскроем. Я вот поставила воду, я их отдельно сейчас подварю, приварю, и как только они будут, буквально вот вода закипает, вы их бросаете 3 минуты, буквально по таймеру выставляете, и они готовы. Вытаскиваете, сливаете воду, и в сковороде я капельку масла наливаю, и хорошо-хорошо-хорошо ее разогреваю. И вот это та заготовка, которую мы с вами видели в моем видео. То, что я нарезала, и мы с вами замораживали. Вот здесь он лучок, поэтому мы его сейчас, как бы он разберется во время того, пока он будет на этом вот такие кусочки. Все, вот оно я отложила немножко, потому что я вытащила. Все, сейчас я буду это сразу на сковороду и в тарелку. Вот просто вам хотела показать, как, о боже, вы слышали, как это пахнет? Здесь лук сейчас вот с перцем, такой аромат замороженный. Обратите внимание, замороженный я выложила, и обалденный аромат стоит. Вот, поэтому это сейчас пойдет на раскаленную сковороду. Макароны я приварю, все, ужин готов, две минуты работы. Как раз, когда мы готовимся к экзамену, как вы сами понимаете, это для меня вообще самое удобное блюдо. Я вам покажу, когда я все сварю и когда я все сделаю. Редактор субтитров А.Семкин субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Привет! Так я выгляжу за это вечер перед экзаменом. Вот так, хоть у меня, чтобы было видно, у меня работает. Я слушаю просто уже круглый день у меня, потому что у меня не получается сидеть и отвечать всегда на вопросы по тесту или читать какую-то информацию. Я просто слушаю этого мальчика. Очень хороший. Я вам потом дам ссылку. Это просто обалденный сайт для тех, у кого есть достаточно много времени. Вы как бы редакрометация моя такая. Это прочитать гид сначала. Первый этап. Просто прочитайте гид. Чтобы вам просто улеглась общая картина, о чем вообще идет речь в канадской истории, в становлении Канады вообще. Просто обо всем, чтобы у вас было какое-то малейшее представление. То есть, конечно, вы что-то знаете, понятное дело, но есть очень много... Какой ужасный вид у меня. Но многого не знаете. И поэтому, когда вы прочитаете гид, вам станет намного больше все понятно и какую-то общую картину получите. Но этого недостаточно для того, чтобы идти на экзамен. И потом, после того, как вы прочтете, у вас будет какое-то уже впечатление, я рекомендую включить 10 лекций вот этих основных, которые идут... Которые, значит, канадским правительствам этот сайт спонсирован. Не сайт, а канал. По поводу того, что они сделали вот эти лекции. Лекция идет полностью по этому гиду. Оно иллюстрировано. Мальчик сразу объясняет. И сначала он кажется... Мне первый раз, я послушала когда первую лекцию, мне немножко как-то было странно его слушать. Он какой-то постоянно простуженный говорит в нос. Но он так хорошо объясняет. На таком доступном языке объясняет даже слова образования. Почему именно это слово? Что он обозначает? То есть, как бы... И он именно, как бы, направляет вас на то, что вам нужно запомнить в экзамене. То, что вам и желательно, как бы, систему, как вам все запомнить и организовать. Доброе утро! Вот и наступил Дидей, как мы его называем, с Костей. Ну, что могу вам сказать? Пошла я спать в полтретьего утра ночи. Не знаю, как это уже сказать, как для кого будет, так как свет падает, чтобы не совсем зеленило. Было меня нормально видно более-менее. Вот. В общем, у меня работает мультик. Габриэль еще здесь. Но на самом деле Костя сейчас повел ИДО в школу. Сейчас у нас без 15.09 утра. Уже, я думаю, без 10. В общем, короче, Костя отводит ИДО в школу. Вот. Габриэль мы отводим к женщине здесь на соседней улице. Она сказала, что присмотрит. Вот. Так, неожиданно тоже она появилась. Я очень переживала, потому что для меня это был один из главных вопросов. С кем ее оставить и как это все будет, как она вас примет. Это потому что... Ну, ужас, конечно. Ребенок домашний, тепличный. Блин, одним словом. Вчера, в общем, учили, учили все эти вопросы. Все это одно и то же. В какой-то момент уже каша-малаша. Потом в какой-то момент, знаете, хочу вам признаться, каша-малаша стала как бы упорядовочиться. То есть надо дать вот это время. А вон уже Константин возвращается. Нужно дать вот это время сначала немножечко создать какую-то информацию. Потом этой информации дать накопиться, вот этот сделать салат. А потом, когда ты продолжаешь учиться, у тебя продолжается... Начинает все укладываться. Вот. Поэтому, что я хочу сказать, что я готовилась... Я иду, Костя, открыть дверь. Вот, Костя. Вот мы готовились. Вот Костя вернулся со школы. Вот. Мы готовились. Честно. Сейчас еще один раз пройдемся по экзамену. По каким-то вопросам. Дособираем документы в папке. И будем выдвигаться одним словом. Ехать туда полчаса без пробок. Ну, мы будем брать в расчет час. И уже сниму вам из машины. В общем, короче, трухан нормальный такой у меня. Я стараюсь быть спокойной, но внутри вот эти бабочки и холод в животе вот этот присутствует. Окей. Все. Мы отвезли Габи. Сейчас оставили ее там. Вроде все хорошо пока что. Осталась она не врубилась. Там сразу девочка, а не там сразу, значит, игрушечки, там все дела. В общем, короче, в этом плане все. Я уже спокойна. Пыталась еще ответить на 100. Блин, отсвечивает в очках. Пыталась еще на 100 вопросов ответить до выхода. И из дома. И уже Костя вышел с Габи на улицу. Я еще отвечаю, отвечаю, отвечаю. В общем, короче, одним словом. Надеюсь, что будет хорошо. Спать легла я поздно. Нервотрепка, конечно, потому что утром я еще хотела один документ найти. У нас он есть, его перевод заверенный. И Костя его подавал при документах, когда прикреплял все к аппликации на гражданство. Я говорю, а где оригинал этот? Это Идошкино свидетельство о рождении. Его перевод есть, заверенный все нотариусом, а самого свидетельства нет. Я пошла. Мы перерыли все документы, все бумажки. Не можем найти. Я, конечно, это, знаете, как в панике ты еще что не можешь найти. Он, может быть, где-то либо в другом месте лежит, либо еще что-то. Ну, в общем, я, конечно, расстроена. Но я надеюсь, что будет все в порядке. В принципе, им достаточно перевода только лишь. Вот, Костя уже там забрал последние все вещи. Да, хорошо, что ты в воду. Вот, в общем, мы сейчас едем. Переживаем страшно, конечно, но главное, что для меня было первое переживание, это Габи. Я надеюсь, что будет хорошо. Обстановка в квартире, в доме. Хорошая эта женщина, очень хорошая там, внучка. Это главное, что меня успокоит. Если еще была одна женщина, это одно. А то, что там есть девочка у нее, то это, конечно, полностью ситуацию меняет. В общем, так что мы поехали. Выйдем на связь уже, наверное, после экзамена. Пожелаем нам удачи. Ужас. Ну что, ребята, я могу вам сказать. Еще вот так будет темно. Вот здесь дядечка выбрасывает мусор. Я не знаю, ага, я могу проехать. Что-то как-то мне неудобно сижу совсем. Ха-а-а-ай! Еще сегодня утром я была обычным, постоянным резидентом страны Канада. А сейчас вечером я уже канадка! А-а-а-а-а! Е-ей! Главное, аварию не сделать. Ха-ха-ха! Костя! Мы прошли экзамены, решила включить свет, потому что оно очень плохо видно. Все, ребята, мы прошли! Е-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей! Что я могу вам сказать? Краткое подытоживание итогов. Значит, я хочу сказать о том, что, конечно, мы слишком готовились. Идите, идите, детки, идите. Please. Конечно, мы готовились как сумасшедшие. Две недели просто монштрували, штудировали, я не знаю, как это правильно сказать, штудировали этот гид. Я, конечно, его, наверное, уже знаю просто наизусть, могу его декларировать, как это сказать правильно. Но я молчу про все то количество экзаменов, которые мы онлайн прошли. У нас также был доступ к одному платному сайту. Спасибо. У нас был доступ к одному платному сайту. Я просто с мелких улиц сейчас выезжаю. Я отвезла идушку в русскую школу. Сейчас надо выехать с этих всех мелких улиц. Здесь такой трафик, здесь и люди, и машины. Вот. И сдвинулась куда-то совсем. Видео мое нахрен. Не видно ничего. Баля еще в куртке. Это так усложняет дело. Будете хоть как-то на меня слышать. Могу вам сказать, что то количество, которое мы изучили всех вопросов, просто меня шокировало. Яд, страх. Я выключу свет, то здесь неудобно совсем ехать. То количество вопросов, которые мы изучили, сумасшедшее. По большому счету считается, что есть 100 основных вопросов, центральных, которые есть для подготовки к тесту. Но я могу вам сказать, что версии этих же 100 вопросов есть 400 плюс, скажем, ну, грубо говоря, 500, там, 470 с чем-то. То есть, изучив все эти вопросы наизусть, как бы не останется для вас никаких сомнений о том, что вы сможете пройти экзамен. Но проблема заключается в том, что вас предупреждают за достаточно короткое время о том, что вот он, экзамен, будет тогда-то и тогда-то. Это очень короткое время, которое у вас есть подготовиться. Вот у нас было, нам пришло за 2 недели. Вот вышло это видео, и на следующий день мне пришло приглашение. И в переписке, если кто-то читал комментарии, то вы увидели, я не помню, уже с кем-то переписывался, написала, что как только вышло видео, по секрету скажу, что сразу пришло письмо. Но я не писала, когда экзамен. Экзамен через 2 недели. То есть, у нас письмо пришло, и 2 декабря у нас получается экзамен. Сумасшедший дом. Это, конечно, и мы когда узнали, мы с Костей лихорадочно начали каждый день готовиться. На самом деле, как бы, сам государство говорит о том, что нужно, вот как в тот момент, что вам прислали письмо, что вам открыли файл. Почему-то, наверное, грязная камера у меня еще с тех пор, как я ее пальцами терла. Вот с тех пор, как вам прислали, что файл открыт, и вы можете готовиться. Реально нужно готовиться, чтобы информация улеглась. Я здесь не буду сейчас рассказывать, как это, что там было, потому что на самом деле это неинтересно, это не имеет значения. Как бы экзамен рассчитан так. 20 вопросов, вам нужно ответить на 15, чтобы пройти. Дается вам полчаса за все про все. Полчаса. Значит, это достаточно. То есть, в среднем у людей берет от 5 до 15 минут ответить на все вопросы. Значит, скажу вам так. Из тех вопросов, которые 570 у меня, 470 было в одной базе данных, 100 в другой, в разных вариациях тоже. То есть, в общей сумме, я думаю, где-то 800 вопросов я проработала, из 800 вопросов, которые я проработала, мне ни один не попался на экзамене. Представляете, ни один вопрос мне не попался на экзамене из этих 800 вопросов. То есть, да, пока я их учила, я учила историю Канады, я читала этот гид, я слушала канал вот этого мальчика. То есть, была подготовка со всех сторон. То есть, мои общие знания, которые я приобрела во время обучения, подготовки к экзамену, помогли мне ответить на эти вопросы. Но сами вопросы были совсем другие, совсем не те, которым я готовилась. Они были на порядок легче, я должна сказать. Они были на порядок легче, но они не были совсем простыми. То есть, например, там вопрос по типу столица Канады, понимаете, у вас может попасться, но у меня не было. У Кости, например, был из легких вопросов такой вопрос. По какому, по какой книге, как называлась книга, по которой вы готовились к этому экзамену, да, например? То есть, называется, ну, просто знать название этого гида. А назывался он, мы знаем, Discovery Canada. Ну, то есть, такие вещи, да, элементарные, не что-то там запутанное, замудренное. Вот. За день до экзамена я узнала о том, оказывается, что экзамен не на компьютере, а экзамен на бумажке. Меня это просто убило вообще. Я почему? Потому что я пока готовилась к экзамену, было пару раз, что я мышкой, ну, пролистывала вопросы. У меня выходит результат там какой-то. Я стру, у меня все правильно. Потом стру на несколько вопросов, я просто реально не ответила, потому что я их пролистнула. Просто как-то мышкой, она пропустила. Я Косте говорю, слушай, надо очень внимательно вот мышкой, говорю, крутить, чтобы не упустить все эти вопросы. На что Костя говорит, Инна, что листать ты собралась? А у него ребята на работе там сдавали, как бы, они ему рассказывали, он в курсе, а я-то не знала. То есть, мне тоже рассказывали, но никто не говорил, что это на бумажке. Он говорит, что ты собралась листать? Там, говорит, ты ручечкой пишешь, все, карандашиком отмечаешь. Что? Как говорится, what? Вот, я была просто в шоке, в полном шоке. Я говорю, слушай, Костя, это что за, блин, за совдепия? Короче, в общем, такое как лото заполняется. Дают такую бумажку, и вы кружочки отмечаете ответы на свои правильные вопросы, которые вы считаете, что они правильные. Вот. В общем, короче, одним словом, ребята. А-а-а! Блин, поворот, извините. Резкий поворот, сейчас будет еще один. Переставлю вас сюда. Вы все равно толком не видите меня. Я в Яме Маркет еду за вкусностями. Будем сегодня отмечать все-таки такое событие не каждый день. Это, конечно, еще не само канадское гражданство. До самого канадского гражданства еще есть время. Это еще вас приглашают на церемонию получения. Церемония получения в течение от 3 до 4 месяцев придет приглашение. Вот. Но как бы как факт сам уже, оно уже практически, считайте, что мы как бы технически практически мы уже граждане. А там, как оно, знаете, клятву дали, не дали. Для меня это уже второй вариант. Понятно, что я приду и дам эту клятву королеве. Я счастливая! Вы не представляете, какой камень из души упал. Только тот, кто готовился к экзамену и проходил его, или будет готовиться к нему, поймет, что я переживаю. Потому что, ну, понятно, что вы сдадите. Понятно, что... Если вы не сдадите, вам дают вторую попытку, и вам даже дают третью попытку, уже даже не в виде сдачи, а в виде того, что вы... Я вот уже приехала, паркуюсь подальше от магазина, чтобы немножко пройтись ногами. А просто вот в том плане, что вас на третье собеседование приглашают просто побеседовать уже непосредственно с самим офицером, ну, чтобы он понял, что вы адекватны. Потому что, как я и говорила, есть люди, которые не могут пройти. В общем, короче, экзамен ручками вы пишете. Но очень все оперативно, работает все очень четко. Вот, получается, мы пришли, у нас было на 11.45. Мы пришли где-то за 20 минут до назначенного времени. Нам дали такую бумажулечку подписать, какую-то там форму. Вот, ну, там что, типа, мы согласны со всем, тра-ля-ля. В общем, мы ее подписали, встали в такую живую очередь. Вас выставляют по два человека в такую линию. Вот, и ровно без 15-12 прозвенел такой звоночек. Открылись двери. Нам открыли вход, и нас всех запустили. Мужу и жене нельзя сидеть рядом. Рассаживали по разных краев комнаты. В комнате стоит стульчик, знаете, такой, с парточкой открывающийся. И на нем карандашики. Все, мы сели, пришли. Нам объяснили правила, что сейчас будете заполнять, типа, лото, короче, ребята. В общем, короче, сначала, например, написать свое имя, фамилию. А внизу под фамилией, под каждой буквой, у вас идет от A to Z, вот эти вот все буквы в ряд. И вам надо потом, после того, как вы уже написали свое имя, вырисовать эти буковки, закрасить в этих кружочках. В общем, это тяжело понять, то, что я объясняю. Может быть, у меня получится сейчас вам показать здесь вырезку, может, нет. Одним словом, короче, вот это мы сделали. Потом они сказали, значит, вам сейчас, короче, в туалет выходить нельзя, вопросы спрашивать нельзя. Все, что у вас есть, спросить, сказать, говорите сейчас. Сейчас, вот, и, в общем, короче, я села. И потом я открыла экзамены, я была в шоке. Конечно, я ждала, у нас были сумасшедшие, как бы, просто нереально тяжелые вопросы. Просто вы не представляете, я по таким сайтам занималась. Я вообще не знаю, кто придумал эти вопросы, они просто очень тяжелые. То есть я могу, наверное, после этого, после подготовки с этими вопросами, быть историком, ну, не историком, а, по крайней мере, преподавать историю в школе, так точно. В общем, я, конечно, ждала, что будет просто вообще сумасшедший дом. С этими вопросами, с этими датами, именами, это большая проблема, запомнить все эти даты, имена. То есть понятно, что есть какая-то хронология, понятно, что имена разные, но имена не на слуху. Их нельзя так просто запомнить. Есть какие-то имена на слуху, но какие-то вообще вы впервые слышите. И потом оно все мешается, это вся каша. Вы видели мое состояние все эти дни. Я немножко пыталась снимать эти все отрывки, но это заключительный блок. Заключительный блок. Но я думаю, что самый последний блок это будет церемония, награждение. Вот, можно прийти, семья приводит, можно приходить без детей. Детям, которые до 18 лет, можно не посещать церемонию. И можно привезти с собой только лишь на целую семью одного гостя, одного друга семьи. То есть одного гостя. И сама церемония длится в течение двух часов. Естественно, я поставлю камеру, естественно, я буду снимать. Мы планируем идти все вместе на церемонию. Приглажать нам на самом деле много друзей. Но так как это всего лишь один человек, у меня все друзья семейные. Такие, что ну как бы это или всех вместе пригласить на церемонию, или ну одного кто один. Ну не знаю, даже если честно. Я бы хотела позвать, но я не знаю, кто сможет прийти. Конечно, я была бы рада, если бы моя мама смогла приехать на церемонию. Но это такое большое пожелание. Я знаю, что это невозможно. Мой папа тем более. Кто-то из родственников. Возможно, будет Костин брат. Он планирует к нам приехать. Возможно, он будет. Ну не знаю еще. Но всего лишь один член, короче. Один друг. Так что, ребята, вот это новости. Именно подготовка к гражданству. И как это все было, я думаю, что этим выпуском я закончу. Самый последний завершающий будет выпускной выпуск. Это уже сама церемония. Другими словами, я сидела, экзамен я писала 10 минут. Костя 10, я где-то 12. Мы вышли друг за другом. Мы думали, что кто раньше выйдет, того раньше и примет офицер. На самом деле это не так. Ты выходишь из одного кабинетки, выход прямо из того кабинета, где вы пишете. Есть как выход в другой кабинет, соединяется. Все, вы выходите. И садитесь в очередь. И там сидит примерно 5-6 офицеров. Когда мне говорили офицеры, я представляла себе, конечно, что это будет какой-то клерк. Обычный работник офисный. Но думала представительный. Там простые женщины в кроссовках сидят. В обычной одежде спортивной. В простой просто офисной ежедневной одежде. Приятные женщины. Все женщины. Не было ни одного мужчины. Такие все приятные. Мы ждали так долго. Говорю, Костя, мы, наверное, не прошли. Мы, наверное, не прошли. Они говорят, не переживайте, если вы не прошли. Вам дадут бумажку. Через 2 месяца еще раз придете. Если вы через 2 месяца не пройдете, то через еще 2 месяца придете на интервью. И все хорошо будет. Так оно немножко успокоило. Но хочется как-то с первого раза пройти. Но, в общем, одним словом. Мы ждали. Говорю, Костя, почему нас не зовут? Там было двое человек, кто не прошел. Их позвали в другую комнату. Их в другую комнату вызвали. Видимо, мы поняли, что они не прошли. Но не важно. Сам факт того, что очень хорошее вам дает ощущение. Нет такого, что на вас смотрят. Ну-ну-ну. Или выпрашивают у вас вопросы. Вытрисают всю душу. Мы сели. Она приятно, как дела? Как было? Я говорю, все хорошо, как ваши дела? И она смотрит на наши глаза. Ну, я знаю, что вы хотите узнать, типа, оценки. Вот ваши оценки. Так что оценки такие. Костя у меня умный. Из 20 ответил на 19. Я немножко потормознутие. Из 20 ответила на 17. Но все то время, что 15 это проходной балл, мы довольны. Вот. Все. Она единственное, что сверила документы. Те, которые были на время подачи. Что они при нас присутствуют сейчас. Наша ID Identification. Что такое она говорила? Ну, короче, наши опознавательные морды лица на документах. ID. Identification number. Identification. Так, все, у меня провал. Вы поняли, что я говорю. Вот. И спросила вопрос, что Костя делает, что он работает, где работает и что делает. Спросила меня, что где я работаю. Сказала, что я stay home mom. Спросила, что ой, какая. Я говорю, да, я сижу, бэби дома. Она говорит, сколько бэби? Я говорю, ну, вообще-то, бэби уже два года. Она смеется. Я говорю, у меня еще есть большой сын. Ну, это, конечно, мне вообще не надо спрашивать вопросы. Я сама все расскажу. Я говорю, у меня еще есть мальчик. Он во втором классе. Она говорит, а что где, как английский у тебя? Что подтверждение английского? Я говорю, ну, я же колледж закончила здесь. Я говорю, в Квебеке. Она, ой, да-да, я извиняюсь, я не обратила внимания. Да-да, молодец. Она мне такая, молодец. Вот. Ну, в общем, короче, так что все. На этом все закончилось. Она говорит, все, congratulations, короче, в течение трех-четырех месяцев. Ждите письма. Так что ура! Все. Вот такая радостная новость. Я заканчиваю свой репортаж. Надеюсь, вам понравились видео всей этой недели, потому что я делала немножечко такие новые обзоры продуктов и все такое. И также этот влог, который немножечко я старалась в течение недели вот так снимать и показывать вам, как мы готовимся. Все. Всех целую. Пока-пока.